Чемпионат мира по футболу В федеральном министерстве уточняют, что речь идет о подорожании ресурсов воды, электричества, газа и отопления Плохая новость и для курильщиков С 1 июля повысились на 10% акцизы на табачные изделия Таким образом, одна пачка сигарет в среднем подорожала на 7 рублей И это не предел Минздрав планирует до 2022 года довести долю акциза в розничной цене до 70% Очень испортили настроение россиянам, вступившие в силу требования закона госпожи Яровой А именно, с 1 июля операторы связи обязаны полгода хранить не только текстовые и голосовые сообщения жителей страны, но и аудио-видео информацию На этом фоне специалисты говорят о возможном повышении тарифов Компаниям необходимо обеспечить технологическую возможность хранить такие объемы данных Грядут многомиллионные затраты для них и подорожание услуг мобильных операторов и интернет-провайдеров для нас В народе беспокоятся и о своих персональных данных Тайной переписки теперь и не тайна вовсе получается Теперь о хорошем Правительство пытается защитить дольщиков Отныне застройщик обязан доказать наличие денег для возведения домов А участие в финансировании строек смогут получить исключительно аккредитованные государством банки Которые обязаны хранить средства дольщиков, то есть простых граждан на специальных счетах И застройщики не смогут ими распоряжаться Еще строительные компании после заключения договора с клиентами Обязаны перечислить в фонд защиты дольщиков процент от стоимости квартиры Еще одно положительное изменение понравится тем, кто следит за питанием Производители молочной продукции обязали указывать читаемым крупным шрифтом Если в составе растительной жиры Отныне только правда, если в сыре соя покупатель обязан знать Но эти изменения меркнут на фоне информации о возможном повышении пенсионного возраста и НДС Люди заранее возмущены и в будущее смотрят несмело Пока решение по этим вопросам не принято, ждем Дина Мустаева, Григорий Денисов, Наши новости